Фильм-то ведь вне времени, потому что он великий фильм, он вне времени, поэтому о нем что говорить, имеет ли он отношение? Имеет ли это молодежь нынешнее отношение к этому фильму? Насколько она достойна этого фильма? Насколько она достойна своих мутантов? Сегодняшняя тема дебатов – противодействие коррупции и эффективность госрасходов. В них принимают участие следующие зарегистрированные кандидаты предварительного голосования. Балясников Михаил Юрьевич, директор ООО «Душевный». Касимов Инвиль Владимирович, председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмурской республики по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Государственного совета. Инвиль, мутант – это вообще-то, в принципе, страшное слово. Что вы подразумеваете мутанты города Ижевска? Ну, в Ижевске, ну, может быть, кто-то не знает, но город Ижевск расположен над урановыми залежами. И здесь постоянно радиоактивный фон, который воздействует на мозги людей. Происходит деформация. Ну, частично люди деформируются в стрицательную сторону, но в Ижевске очень много людей, мутантов, у кого в положительную сторону. То есть можно сказать, что мутанты – это первооткрыватели в каком-то плане, да? Скорее всего, это люди, которые вышли за рамки возможного и дозволенного нормальным людям. Их очень много. Постоянно, постоянно сталкиваюсь, я натыкаюсь на таких людей и нахожу подтверждение этой теории, которая сейчас достаточно широко известна. Ну, надо рассказать, что как Энвиль всегда представлялся девушкам. Вот Алена расскажет, да? Энвиль девушкам представлялся Юрий Алексеевич и дарил девушкам свой портрет. Вот поэтому в нашей приемной много лет висит вот этот портрет Юрия Алексеевича Гагарина. Ну, мы-то понимаем, что это первый удмурсский космонавт Касимов. Мы, как вот иконописцы русские, не имеем имен. Имя короткое, вспышка, и уходит. Часто вы говорите, что вы знаете тайну своей имени, но никому вслух не говорите про это имя. Что там с вашим именем, Энвиль? Да я всем говорю, это не тайна. Энвиль Владимирович Ленин. А учитывая, что я татарин, а татары любят все красивое. Мама! Мама! Мама, ты выверли! Мама! 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 Бабушка умерла. Он мне рассказывал о том, как удмурты, что у них самые желаемые и самые такие почетные профессии – это врач, учитель, поэт. У нас-то, в общем, в России это бездельник, это нахлебник, это, то есть поэт – это вообще непонятно, чем он занимается. Типа, да, как Бродского. А где у вас? У вас есть справка, что вы поэт, да? Вот. А там, значит, это тоже мне показалось интересным, что такая нация, в которой, ну, как бы вот, место художника, ну, поэт – художник, значит, место художника очень высокое. Я буду Буддой. И буду Буддой. И скоро буду. И очень скоро буду Буддой. Я буду Буддой. Никогда. Будда. Я ему передам, да. Если ты не в курсе, то вот тот Будда, который ситхаратка и так далее, это 24-я маурация. Я сейчас, ну, ты сейчас… Это на серьезном… Ты сейчас переведи мне на русский, что ты хочешь сказать, потому что… Я тебе скажу. Хорошо. И я, когда был на Шри-Ланке, участвовал в таком собрании тайном на острове, посвященных людей. То есть, все-таки масоны существуют. И мне сообщили, что 25-й Будда и последний Будда родится где-то вот здесь, вот между Волгой и Камой, и под листом, похожим на березу. И вот этот дивный новый мир в лице Энвиля к нам пришел. Там два было времени. Было время местное, и мы. Железнодорожная Московская. Я родился в семье железнодорожных строителей. Родился у железной дороги, в 20 метрах роддом от железной дороги. В общем, под стук колес. И жить по Москве. Не жить по Москве, жить по железнодорожному. А железнодорожная – это значит порядок. И простая рабочая семья. Все как обычно. Школа, уроки, порка. Рисовать я не рисовал. Рисовал очень самодеятельно. И рисовать я начал там, кстати, в пунктах биографии нет, что я еще учился в ПТУ. Номер 20. Завода «Редуктор». И именно там я познакомился с художниками. И подрисовывая им там Ленина, там еще что-то. Я бросил ПТУ. Пошел в школу рабочей молодежи. Поступил на худограф. Да, у нас много сделано в культуре. У нас построены все театры, отремонтированы в прекрасном состоянии. У нас все хорошо в этом отношении. Но, к сожалению, мы часто думаем, что культура – это те праздники, которые устраивают нам во время всяких торжественных мероприятий. Но у нас есть в культуре, помимо достижений, много поражений. Вы почему рисуете? Зов. Чей Зов? У Вселенной есть первый звук. Он – основа всего. И вовсе начинается. И он… Мне кажется, вы все выдумываете. Нет, я его слышу просто. Если бы выдумывала, было бы легче. Я готовился к диплому. И мне надо было сделать несколько рисунков перспективы улицы. Причем улицы такой с активным движением. Появился троллейбус. И из троллейбуса выбегает сумасшедший какой-то очень большой человек, юноша. Бежит через дорогу, рискует там попасть под машину. Подбегает. Я говорю, ты кто такой? Я говорю, я Орлов Сергей. Ты… Вот я к диплому готовлюсь. Я в Суриковском институте учусь. Он говорит, так я тоже учусь в Суриковском. Я говорю, а ты в какой мастерской? Я говорю, у Салахова. Он говорит, так я тоже у Салахова. То есть мы практически вместе учились, друг друга не знали несколько лет. Он помладше был, я постарше. И вот так мы с ним познакомились, стали дружить. В 90-е годы ты со своим дружком, диктатором ижевской культуры, Сергеем Анатольевичем Орловым, ездили в тайную деревню, на молельное место древних удмуртов. И общались, говорят, с духом самого Казимира Малевича. И о чем вы там с ним говорили? Не могу сказать, что он рассказал, но я знаю, что после этого произошло. И я, и Сергей Анатольевич Орлов чуть не умерли. Энгель, ты мне не врешь? Нельзя играться с потусторонними духами, нельзя с ними шутить. Вот буквально на следующий день случились такие вещи по-разному с каждым, но мы были на грани жизни и смерти. Субтитры создавал DimaTorzok мы изучали вот это вот шаманское искусство. Меня вечно привлекало свободное обращение удмуртов с границей жизни и смерти. Легкий переход. Смерть для удмуртской ментальности не трагедия. Сродни японской, опять же, не трагедия. Танатас – это не смерть, это пограничное состояние между жизнью и смертью. Пограничное. Это связано с древними духовными практиками медитативными. Бывает разное в жизни. Идете вы по улице города Ижевска и, ба-бах, вам навстречу, Энвель Касимов. Ну и о чем ты с ним поговоришь? А у меня была такая история. Я еще был студентом. Иду по Товарищескому переулку, где Суриковский институт находится. Это большое заблуждение, что, закончив «Худграф», ты обязательно станешь художником. Даже и после Сурика не станет художниками. Ну, старался, короче. Старался получить диплом, старался защититься, старался быть там лучше и так далее. Стремился, короче. Вот. Собственно, это ему и позволило поступить в Суриковский институт. Потому что, понятно, с Ижевска там определенная была квота. Энвель тогда не пил, не курил. Но очень быстро он как-то там влился. И такой он был человек, что он умел энергию аккумулировать чужую. И как будто он там прошло полчаса, как будто он самый пьяный был. Вот такое впечатление. Веселый. Первые два курса – ты никто. Ты никто. Тебя унижают, да. Ты никто. Ну, чтоб не зазнавался. Но с третьего курса, как ты входишь в мастерскую, ты сразу гений. Ты сразу гений. Все. С тобой общаются как с гением, да. В Сурике я получил первые уроки. Во-первых, что я все могу. Вот для меня нет каких-то ступенек, припонов и так далее. В Беляево. Там Энвель развел огонь прям в выставочном зале. Повесил. А, ну мы повесили мешок с мышами. И потом он их там типа с белыми мышами. И он этот мешок как-то незаметно раскачивал, разрезал. Эти мыши побежали по залу в коммерсант, конечно, прикольную статью такую написал. Типа, помню, заголовок был такой, что-то мышиная возня. Букеты из лука, торт в виде лука и все это на фоне лука. Луковую интервенцию, и это лишь 20-я часть луковой серии, представил в Музее изобразительных искусств художник Энвелий Касимов. Лук для меня это некое философское понятие. Потому что через лук, я, может быть, сейчас впервые в телеканалу «Моя Удмурта», я признаюсь, что я через лук познаю Бога. Потому что из какой-то ерунды, из какого-то ничего возникает такая сила жизни, которая нормальному мозгу непонятна. Мне не то, чтобы хочется чего-то от Ижевска. Я просто знаю, что Ижевск – это великий город, пусть надо мной смеются, пусть обзывают ее осяками и прочее. Это не мое мнение, это мнение известных политологов, ученых, философов, что город Ижевск – родина какого-то нового взрыва, взрыва нового сознания. Мы создали творческое объединение «Лодка». Энвелий Касимов, я, Миша Басов, Витя Чувашов и Паша Аксенов. Пять человек. Если кто-то хочет помогать, пусть помогает, но члены лодки были постоянные. У нас в уставе было записано, что решение принимается только тогда, когда все «за». Если один против, решение не принимается. Мы решили, что долго ждать мы не можем. Нам надо быстро добиться известности, добиться финансового успеха, добиться успешности, чтобы нас все знали и чтобы дороги все были открыты в Ижевске. То есть перевернуть Ижевск абсолютно быстро, то есть поменять ситуацию культурную вообще. Да вот я прекрасно помню выставку эту «Да». Вообще такая эпатажная тоже в свое время. Это был поступок. Ведь вот даже реклама выставки, сейчас молодежь, наверное, не знает, не помнит, она же была шрифтом правды, да? Вот это «Да» оторвавшаяся от правды. Как вы вообще позволили такое сделать? Следующую акцию или через одну мы делали в Ижевске. Тоже было интересное мероприятие. Оно проходило в таком подземном переходе под улицей Ленина. И там, ну, жуткий тогда был этот переход. Такие светильники закрыты антивантальными железными экранами. Прям полное ощущение такого, какой-то могилы. Однажды он приехал домой в кирзовых сапогах, в черном пальто, лысый совершенно. Ну, естественно, мама, когда его увидела, она очень сильно испугалась, подумала, что у него вообще все плохо. А это был просто эпатаж. И она говорит, я тебе деньги отправлю, я тебе там еще что-то. Ты совсем плохо живешь. Но это понятно, что мама переживает, да? Он пытался это объяснить, что он теперь художник, что учится в Москве. Но только после этого она успокоилась. Энвиль здесь как бы поднабрался вот этого такого авангардного мастерства, я бы сказал. Вот этой какой-то некой такой наглости, провокативности, уверенности. И понимание, какое должно быть искусство, да? Что это не рисование картин каких-то. Если даже картин, то это все в каком-то смысле действия. Это такой перформанс, это какой-то вызов. И всегда это какой-то скандал или еще что-то, да? То есть вот такое. И, конечно, я бы это так сформулировал, что Ижевску повезло, что Энвил вернулся, а Энвилю нет. Нам нужно сделать малое. Нам нужно избавиться лишь только от того, от той памяти, от той первой задачи, которая была нашему городу отведена. Какие люди? Да, не благодарные задачи. В общем, наш город зомбировали на убийство. Надо защищать Родину, это понятно. В общем, и Михаил Тимофеевич заслуженно уважаемый человек. Но в 21 веке, в новом тысячелетии, все-таки планета Земля должна изменить свою ментальность. Иначе мы просто-напросто разлетимся в дребезги, мы не дождемся там ничего. Они пришли ко мне в кабинет в Министерство культуры, но и стали требовать, что надо провести выставку современного искусства. Я обратила внимание, особенно на Энвиле, что он может, мне показалось, допустить что-то не очень такое правильное. Я говорю, хорошо, давайте мы проведем выставку в Театре оперы и балета. Надеясь на то, что, ну, как-то это их тоже будет обязывать все-таки. Театр оперы и балета напротив здания правительства, дальше обком партии. Ну, хорошо, значит, выставка в Театре оперы и балета, я пришла в числе первую, ну, заранее, короче говоря. Я посмотрела, я сама была в ужасе. Утюги, сковородки, ухваты, там оленина лежат на полу. Горбачев, если молодежь не знает, это лидер тогдашней страны, и на нем метла, не просто метла, а в гудроне. И гудрон этот капал на пол, да? Или гроб из Афганистана. Школьником пришел на какую-то летучую мышь там в Театр оперы и балета, и там вот эта выставка его авангарда. Вот. А я ученик художественной школы, да, и мне всегда, ну, так, ну, Кандинский там, чисто Малевич, нам же дальше не рассказывали. И мне всегда хотелось вот чего-то такого. Вот прям близко было, я прям это понимал Кандинского там. Вот. И тут я вижу выставку авангарда, и там меня сильно впечатлило, что какая-то была картина абстрактная, и там масляная краска прямо из тюбика выдавлена, прямо кусками как-то там лежала. И я помню, я потрогал эту еще не до конца просохшую краску, и было сейчас сильно под впечатлением. И я решил стать авангардистом, вот, абстракционистом, правильно говорить, абстракционистом, но не стал. Мы очень волновались перед открытием выставки. Я увидел перед целым открытием шустрящего человека, который ходил, там, смотрел что-то. Я ему, ну-ка, подошел сюда быстро. Ты что здесь делаешь? Иди отсюда, да, там. Оказалось, это был полковник КГБ. Абангард тогда был с очень большим политическим уклоном. То есть мы были, там были инсталляции против Брежнева, против Сталина, там, ну, то есть были политические лозунги всякие. То есть это была политическая акция, на самом деле. Выставка была очень политизированная. Я тогда сказала, вот, вот эту картинку, не картина, а картинку, я говорю, убрать. Убрать, вот эту убрать, там, значит, еще убрать. А сама переживает, думаю, уберут, не уберут. Когда приходишь в библиотеку, любую библиотеку, в том числе сельскую, и спрашиваешь, а есть у вас газета «Удмурт Дуне» или «Известия Удмуртской республики» или «Наши журналы». Нет, «Спид Инфо» мы покупаем, какие-нибудь другие журналы покупаем, а поддержка нашего, издателя, мы этого не делаем. Есть дела, которые мы совершаем один раз, и на этом награда заканчивается. То есть один из получили награды, и все. А есть понятие, как «садапа тульджарья» называется, то есть благое дело, которое продолжается, в том числе и без участия того человека, и даже его после его смерти. То есть ты совершил благое дело, например, что-то купил, и им люди пользуются. И пока эти вещи люди пользуются, тебе идет награда. Первая идея была издать эту азбуку на удмуртском языке. Когда стал вопрос, какой язык поставить первым, он говорит, сначала пойдет удмуртский язык. А нам надо было бы распределить по страницам. Я говорю, потом, наверное, русский язык. Нет, говорит, потом татарский язык пойдет. И только потом третьим русский язык. Я говорю, ну ведь русский язык же государственный язык. А вот, говорит, я хочу, чтобы вы этот стереотип сломали себе. Кто-то, говорит, сказал, что именно русский язык должен быть первым идти. То есть он вот для меня запомнился как человек нестереотипный, во-первых, неординарный человек. До выставки я пришла тоже заранее. Ну и там написано, значит, картина закрыта по приказу министра культуры. Вторая картина тоже по приказу министра. И там дальше по приказу министра. То есть они показали, какой министр культуры, который вот не все разрешает. Вы представляете? А народу-то интересно. Я, значит, ну, коль эта работа не убрана, ну не работа, рисунок не убран, то, конечно, там тихонько открывают. Особо любопытно. Вход в оперный театр и хвост был до улицы Пушкинской. Это столько, такая была очередь. Тем не менее, они не побоялись, они закрыли дверь, отцепили. Вот, помню, даже тут значки депутатские там, что-то, ордена какие-то, повесили костюмы такие, я помню. Там зам мэра Ахророва прям в белом костюме с орденами там встал вот так. Мы хотели прорваться, чего-то там, демонстрации устроили, они настойчивы оказались. Ну, мы что, мы собрали 50 человек этих и начали бегать по площади, выкрикивать какие-то лозунги, бить в барабаны, играть в горн. К нам начали присоединяться люди, молодежь. Ну, то есть, спонтанная демонстрация пошла, протеста. Тем более, народ видит, очередь стоит. Там, я не знаю, ну, тысячи человек было, просто зрители народа. И тут молодежь шумит с плакатами, мы тут же плакаты нарисовали. Ну, то есть, было все активно. И после этого был звонок министра культуры Сидоровой. Сидорова Анетта Петровна позвонила директору театра и сказала, открывайте выставку, иначе позвольте мальчикам высказаться. Иначе это высказывание и протест пойдет на улицу. У каждого протеста есть такой социальный, экономический, политический заказ. Ну, это старая формула, низы не могут, верхи не хотят. И у меня есть ощущение, что в последнее время все протесты, они какие-то заказные, под картинку. Прийти так, фотосессия, нормально отработать, и ничего к реальным потребностям населения не имеют. Выставка состоялась, 12 тысяч человек посетило за неделю эту выставку, рекордная. Там была очень большая прибыль, финансовый успех. В общем, там и печать, и пресса, и телевидение участвовало. Потому что там и музыкальное сопровождение было очень классное, современное такое. Ну, то есть, настолько было атмосферно все. Так людям понравилось это все. В общем, был абсолютный успех. И на следующий день весь Ижевск уже нас знал. То есть, мы добились своего. Любая новая культура, любой взрыв в культуре, он происходит... Ну, ничего придумать нельзя. Он востребует что-то из прошлого. Осталось очень мало белых пятен на этой планете. Тутмурти — это белое пятно. Культура народов, населяющих этот край, она не востребована. Мы совершенно ничего не знаем, и мир ничего не знает о культуре, о древней культуре удмуртов. И открывая ее, просто вот видишь, что здесь заложен огромный потенциал. Не до самоидентифицированности, не до самоосознанности. Я не понимаю, кто я. Удмурты говорят, что он же наш. Татары говорят, что он наш. Бессельмяне говорят, что он бессельмянин. Ну, видно же, что бессельмяне. Энвиль — это человек удмуртий, удмурт, татарин, русский, в одном лице. Он очень гиперчувствительный. Вот именно вот этой гиперчувствительностью он просто обволакивает зрителя. И просто хочешь, не хочешь, да, просто ты начинаешь в него влюбляться, в него самого и в его искусство. Я всегда удивлялся, как один человек успевает столько разностороннюю деятельность проводить. Многие вещи даже люди не знали, что он столько делает. Например, благотворительность. Вот после его смерти, когда стал вопрос, где хоронить, я оповещал религиозных деятелей, в том числе и мухте, и многие спрашивали, а как он относился к ислам, помогал ли. И вот когда рассказывал, что он помогал и мечети, но его главной целью была это помочь людям спасти жизнь, спасти здоровье. Вот многих это шокировало. Никогда об этом не слышали многие люди, что Эмит Владимирович помогал людям выливать квоты на операции, помогал собрать деньги, сам жертвовал деньги. Где-то что-то помогал, именно адресную помощь оказывал. Вот многолики лук на лопате, на сушеной вобле, в бетоне и бронзе. Среди передвижников и картин серебряковой. Это даже не столичная, а современная мировая тенденция, когда одна экспозиция вписана в другую. Для музея это одна из самых таких передовых форм работы, когда современный художник как бы общается с музеем, скажем так, входит каким-то образом в музей. Это может быть агрессивно, может быть незаметно, как здесь. То здесь как бы, потому что Энвель пытался как бы раствориться в тех работах и не выпячивать себя. Я говорю, ну Касимов, ну какой ты художник. Ты классный поэт, ты пишешь классные тексты, ты классный журналист. А рисовать ты не умеешь. Он обижался, время от времени переносил мне какие-нибудь картины, говорит, вот я умею. Да нет, не умеешь. А вот я у тебя стих прочитал, вот такой. Вот он классный, вот рифму тут хорошую нашел. Технику он поэтическую не знал. То есть, если, ну, графоман, так скажем, да, если таким словом. А графоман не значит, что он плохой поэт. Графоман пишет с любовью, да, и это с любовью читается. Так, ну, я не могу одно депутатское не прочесть, и я этим закончу. Это вот тоже зависовка депутатская, короткая. Депутат депутату рад. И в рот, и в зад. Ну, я сам немножко политиком, поэтому воспринимал его поначалу очень серьезно. Но затем я увидел, что вот шоу искусства, шоу и политика, они ничем друг от друга не отличаются. То есть художник, он еще в жизни может быть хоть кем. То есть художник – это некая, ну, как бы, платформа. И ты при этом, как бы, можешь быть врачом одновременно, массажистом, я не знаю, там, уборщиком в кафе, сторожем. Главное, что художник. Вот если есть художник, то все остальное кем ты можешь быть. Ну, так же Янвиль. То есть художник, политик, ну, почему бы нет. Хоть космонавт был. Он анализировал себя. Смысл смотрел со стороны, как он смотрится вот в этом мире силы. Потому что политика – это мир силы. Там побеждает тот, кто сильный. Он себя чуть, со стороны чуть смотрел и подвергал очень такому большому анализу. Куклы, у тебя любимая тема, как куклы. Ну, куклы – это не прожитая жизнь, да, там? Что, тебе не понравились мои стихи, что ли? Да я вижу, я вас всегда радуюсь. Это я просто в Ютьюбе, просто мои стихи. Хочу так же жить. Энвиль, я насчитал вас двое. Депутат и художник. Как вы сосуществуете рядом? Им тяжело. Они в постоянном конфликте, в постоянном таком диалоге, споре. Я же письма ему писал, да? Вот неотправленные письма. Ну, одно отправленное, а вернулось. Адресат твой был. Писал, уважаемый Юрий Алексеевич. Рассказал ему там про себя, спросил его там. Совета? Ну, и Совета спрашиваю. Страшно ли ему было в космосе? Он сказал, что нет, не страшно. И мне не страшно. Спросил его, хотелось ли ему там в космосе сексуальных отношений. Он сказал, нет, да и некогда мне думать о всяких глупостях. Я всем рассказываю, что ты родился у нас в Удмуртии. И многие мне начинают верить. Особенно после того, как об этом написали в газете «Известия Удмуртии». Я даже сам в это начал верить. В кабинете, как я помню, сейчас вышел Энгель с братом. И они говорят, мы, говорит, придумали сайт «Сусанин». Я говорю, ну, что такое «Сусанин»-то? Они говорят, это не все просто так. Это на самом деле расшифровывается как специальная удмуртская служба аналитики и новостей. Наша задача была, что мы покупали всегда все газеты, все журналы. Интернет тогда еще особо не был развит. Записывали все выпуски новостей, которые были. И дальше мы это все расшифровывали по определенным алгоритмам. Заносили там в определенную базу. И по итогам раз в неделю выдавалась там такая аналитическая записка, которая уходила в администрацию главы, тогда президента Удмуртской республики, в администрацию города, каким-то частным конторам, где мы проводили такую большую аналитическую записку по всем средствам массовой информации, что было на этой неделе. У нас по городу, то тут, то там, встречались какие-то штуки, которые прям были... Тогда слова стрит-арт не было, но по теперешним понятиям просто стрит-арт и стрит-арт. Вот где Пушкинская Кирова, да, там есть два торца пятиэтажных дома. Они были наши, эти торцы, да, мы их занимали всегда рекламой. И там был мальчик, это мой портрет, голенький, да, там, еще неходящий, там, трех-четырехмесячный, да. Висит огромный баннер, там нарисован какой-то младенец черной краской. Огромный младенец, понимаешь, и некоторое время висел просто младенец. Потом появилась надпись «Нет войне». Удмурт был очень веселый человек, и мы с ним на этой почве, можно сказать, сошлись. У нас была с ним традиция на 1 апреля придумывать всякие приколы и публиковать в средствах массовой информации, на радио, на телевидении, в газетах. Вот, например, несколько расскажу. Я в то время руководил Удмурт нефтепродуктом. И вот 1 апреля выходит объявление, что в продажу на заправку Удмурт нефтепродукта поступил сухой бензин. Один кубик. Значит, Инвиль сделал мне упаковку для кубиков, напечатали. Мы взяли кубик Маги, мы растворили его, он растворился, образовалась такая желтоватая жидкость. Мы показали, что вот это бензин. Мы сняли на эту тему ролик и запилили. В то время интерната не было еще, ну, на телевидении. И в газете написали, на следующий день, а, и написали, что у нас продается, на заправках Аспека продается. На следующий день обрушился шквал звонков. Инвиль, как бы его основными стратегиями, что ли, это была провокация, мистификация и инициация разного рода движений, проектов и каких-то историй. Вот это то, на самом деле, это те ключи, через которые надо рассматривать, как бы, творчество Инвиля. Из иностранцев я бы обязательно дал писателю Габриэлю Гарсио Маркесу, например, почетного Удмурта. В принципе, если бы был жив мой отец, то можно было бы договориться даже и о том, чтобы ему эту премию передать. Я почетный Удмурт. А вот это моя почетная Удмуртская медаль. Так что не сомневайтесь. Живых почетных Удмуртов сегодня всего два – Эмир Кустурица и Артемий Троицкий. К Гагарину Пригову Малевичу и Курехину теперь присоединился и Альберт Эйнштейн. Звание почетного Удмурта, ну это я помню, это мы в поезде ехали просто. И одна из идей была, давай мы учредим звание почетного Удмурта и будем ее присуждать, это звание. Ну то есть мы решили, что Малевич – великий художник, было бы неплохо, если бы его какая-то энергия там присутствовала и в Ижевске, это, на наш взгляд, был очень такой знаковый художник, знаковая фигура. А мы решили, что Ижевск – это такой очень прогрессивный город и самого знакового художника мы решили, чтобы он какая-то часть присутствовала в городе Ижевске. Вот, и мы не ошиблись, в общем-то. Я говорю, какой он Удмурт-то, он вообще поляк? Ну нет, это он поляк, типа по документам, а так вот, вообще вот среди нас это Удмурт. И все, и мы будем делать, в общем, филиал могилы Малевича в Ижевске прямо первым делом. Мы на центральной площади открыли филиал могилы Малевича, Ижевский филиал могилы Малевича. 39 луковых экспонатов так органично вписаны в действующую экспозицию музея, что их предстоит еще найти. Эксперименты с луком на этом не закончатся. По словам Энвили Касимова, художник – это только повод для творчества других людей. В общем, мы нашли какое-то сооружение квадратное, которое выступало над асфальтом где-то сантиметров на 20. И это был металлический черный такой, такая пластина черная. Я не знаю, какая функция у нее была, но это очень был такой прямо объект, который просится на создание этого филиала могилы Малевича. Это был черный квадрат. И сделали такую акцию, которая проходила в этом бассейне, который уже не работал. Он был пустой, он не работал уже, функцию свою не нес. Мы там сделали тоже как сакральное пространство. Натянули две ткани очень длинные, там делали какие-то такие, делали перформанс активный. Писали какие-то иероглифы на непонятном языке вообще, на лемурийском языке. И мы предложили городу, давайте мы сделаем там какую-нибудь картинку. Я нарисовал эту косулю, мы ее туда повесили. И где-то через неделю-две какие-то подонки, которых я потому и знал через несколько лет, вырезали косуле глаз. Я лезу на эту ферму с обратной стороны холста. Нож в кармане. Товарищ на шухере. И подсказывает мне, где же этот глаз, тот самый глаз косуле. В какой-то момент из ниоткуда, конечно же, появляются менты. Патруль уйдет по той стороне. Мы змираем. И холст вот так вот дрожит. Опасность миновала. С особенным таким вот характерным звуком прорезаю этот холст. Бонзаю нож по рукоять. Начинаю медленно против часовой стрелки вырезать большой круг. Потом мы некоторое время с моим товарищем стоим и смотрим на эту картину. Стоим и смотрим снизу. И в пустую глазницу косуле на нас смотрит появившаяся из-за облаков и туч полная луна. Мы трепетно любуемся и замираем в этом сладком состоянии настолько, насколько это возможно. Оказавшись дома, мы разворачиваем этот холст и вздрагиваем. Перед нами большой черный тоннель. Где-то в глубине его свет мутный, неясный. Это был магический акт. А ты совершал безрассудные поступки в таком взрослом, осознанном состоянии? Не один, много регулярно, поэтому их настолько много, что... В 1994 году выборы, первые выборы, мара города Ижевская. Чего, ребята, постебемся, постебемся. Выбрали кандидата, это меня, да. И мы пришли баллотировать меня в мары. Была очень смешная компания, одна из самых креативных, потому что я выходил на экраны, показывал руки и говорил, эти руки чисты. Голосуйте за людей с чистыми руками. И такой, наверное, солидный в пиджаке уже, там, депутат. И видно, что он так привык, что уже там все там... Шофер у него, там, еще что-то. А тут он, как бы, в роли такого скромного вопрошателя, как бы. Типа, что делать, как бы? Хочу вернуться в искусство. Что делать? И я сказал ему, слушай, ну, тебе как честно нужно? Он говорит, да, мне нужно только честно. Я говорю, ты знаешь, я тебе советую не рыпаться в Москву особо. Потому что, нет, выставки делать надо, что-то надо делать, конечно, в Москве. Но это все, по большому счету, это ничего не решит. Ты здесь будешь гастролер всегда. Сейчас, говорю, мне кажется, вот такой есть уже внутренний запрос на... Не то, что на провинцию, а на то, чтобы вот регионы поднимались сами. И, как бы, вот у тебя есть ты, как бы, у тебя есть... У тебя единственная возможность, по сути, потому что у тебя есть власть, как бы, и выход на власть. Ты можешь в регионе начать поднимать искусство, и ты там будешь первым. В Москве ты будешь 50-м, 100-м, 1000-м, непонятно, каким еще... А там ты точно будешь первый. И там ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь иметь там возможность выставлять там это, то, фестивали делать, там еще что-то. Ты можешь конкурировать там с регионами, ты, как бы, получаешь, что ты регион, как бы. И ты можешь, как бы, просто это перспективно. А пытаться влезть сюда – нет. То есть ты оттуда войдешь сюда легче, чем если будешь здесь сидеть. Он мыслями всегда как будто бы был в Москве, то есть он жил, он ездил, то есть, да, и, значит, все время ему казалось, что вот он должен привезти немножко Москвы в Ижевск, вот, и, значит, теоретически в будущем, ну, а потом мы это реализовали вместе, значит, привезти Ижевск. Ижевск, как бы, в Москву он видел это как такой важный способ преодоления вот этой провинциальности. Кустурицу привозили вот осенью, да. Мы ему вручили звание почетный Удмурт, мы учили звание почетный Удмурт. Вот Гагарин, Малевич, они первые. Пригов, Малевич, Гагарин, Курехин, Троицкий и Кустурица. Почему меня спрашивают Гагарин почетный Удмурт? Ну, а разве кроме Удмурта мог кто-то полететь в космос? Почему, Малевич, а кто, кроме Удмурта, мог додуматься до черного квадрата? Он по сути сам является вот этим почетным Удмуртом. Это могут подтвердить многие умные Удмурты. Взял какую-то бетонную плиту, который написал, что это могила Малевича. И работал с информацией, и распространил эту информацию. То есть у него, в общем-то, много проектов именно информационных. То есть какие-то информационные бомбы, которые он закидывал через СМИ, которые он управлял. Немножко неудобно и непонятно вот это вот предназначение. Потому что то, что у меня есть, он совершенно другой. Я не понимал, почему меня влечет к нему, к этому инструменту. И это давно же происходит, более 20 лет. Теперь я понимаю, почему это происходит. Потому что инструмент моих предков. И, вы знаете, я заметил, и чтобы как-то соревноваться с депутатом Сандиповым, следы, которые я постоянно здесь вижу, я хочу сделать небольшой подарок. Но это первый подарок. Потому что я заметил, что нет картины в этом здании. Поэтому, наверное, эта первая картина. Я обещаю вам в течение месяца привезти еще и повесить достойные места. Это одна из критиноболь, посвященная Гагарину, наверное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы договорились, значит, что я приеду, и мы посмотрим, что можно сделать. Вот. И мы, значит, короче, ну, понятно, отдохнули, выпили, погуляли там. Типа, а у меня было, типа, я приехал на три дня. Первый день, второй день, а идеи нет, короче, не знаем, что делать. Ну, потому что, как бы, ну, музей маленький, все, как бы, ничего не... Как бы уцепиться, не знаю, что не можем придумать ничего. И вот уже, типа, уезжать надо третий день, и, типа, вечером самолет. И вот мы днем куда-то он там меня вез, что-то показывает. Мы едем, и вдруг вижу, висит такой... И прям, ни одной мысли нет, блин, уже выезжать, уже выезжать, мы ничего не придумали. А я еще, как бы, приехал, типа, помочь, как бы, и вот, человек приехал, вообще ничего. Вот. И, короче, и вижу большой такой транспарант, висит реклама. И там написано, все из дерева. И там, что-то мы там продаем, там, ну, рынок какой-то, продаем тот, 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 тот. Вот, я говорю, Эндюль, вот оно. Это палац из дома, из квартиры. Как-то, в каком-то году, зацепил квартиру, там, с четвертого или с пятого этажа, в санузле рыба, порвалась. И Эндюль говорит, что сушить его? Ну, старый палац. Привезем на дачу. Поселил на дачу, тоже, ну, арт-обед. А теория относительности не могла быть придумана без урмуртов. Сто пудово, вот я уверен в этом, у нас есть полные доказательства, что Эйнштейн Удмурт. Альберт Германович, помимо того, что он Удмурт, он любил девушку из Удмуртии. Последняя его любовь, Маргарита Варенцова, Коненкова, из города Сарапов. Маргарита Коненкова была агентом НКВД по кличке Лукас. Именно она сперла у Эйнштейна тайну атомной бомбы. И благодаря нашей девушке из Удмуртии Третья мировая война не состояла. Эйнштейн занимался как бы вот и такой странной поэзией, скажем, да, и вот там видеоартом, и перформансом, и картинами, и был куратором, и так далее. То есть он был человек, который, по сути, соединял в себе все ипостаси, которые есть в современном искусстве. Мы стали, ну, коллегами, потому что, собственно говоря, он ставил перед собой такие же похожие задачи, как я в Тюрьме. Ну, то есть, как бы, может быть, не было музея, но была идея найти какое-то для Ижевска какое-то культурное лицо, которое бы выделяло его из такого общего ряда провинциальных городов. Это я, типа, неживопись делаю. Вот это шаган. Вот эти все точки, вот, 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 вот. Изначально, когда мы поставили сруб дома, да, их не было. Но потом, когда дом начали обживать, ну, тепло стало, да, они просто сами начали вываливаться. Сами просто вылазили. И, ну, нам страшно стало. Просто были места, где прямо насквозь эти отверстия. Ну, я не знаю, Энди мне говорил, что один и тот же дятел, он завелся здесь, он прямо жил уже здесь, он начинал долбить весь дом. Один и тот же. Я не знаю, каким образом он его определял, что это один и тот же. Он не повесил на нем ярлык, не повесил на нем кольцо какое-то. Но один, он говорит, один и тот же дятел. Ижевский арсенал «Все из дерева». В один день мы приглашаем, там, 10-20 московских художников. Это все ты придумал, что ли? Да. И человек 100 местных. Уникальная выставка арт-ассамблея «Все из дерева» расположилась под открытым небом. Художники актуального искусства заселили территорию у Национального музея гигантскими крокодилами, пауками, рыбами и всевозможными арт-объектами. Мы написали такие красивые письма с фотографиями, там, дорогой внук, там, не помню, как зовут, дорогой, там, такой-то, такой-то. Вот будет такой вот фестиваль, очень много красивых изделий, скульптур из дерева. Приходи, там, по скриптам, не забудь позвать деда. И он пришел, Волков с семьей, там, с детьми, с внуками. Вот, Энгель проводил им сам экскурсию. Там были, конечно, были всегда спорные моменты, с художником всегда спорные моменты. Например, гроб, выкрашенный под хохлому, да. И как бы Энгель тоже немножко переживает на реакцию Александра Санчо-Волка, вот. Потому что для Волка всегда был очень большим авторитетом для Энгеля, да. И он всегда с ним, очень трепетно у них были общения, отношения. Есть, говорит, несколько спорных моментов, Волков видел, грубо, говорит, ну что, вымирать тоже надо красиво. Вот такая социальная, культурная акция, выстроенная на современном искусстве, это вот такой, это вот завтрашний день. Троицкий 15 лет назад уже был в Ижевске и даже летал на воздушном шаре. А в этот раз почти взлетел на крыльях удмуртского актуального искусства. Как свои. По словам Троицкого, в Ижевске формула искусства для народа сработала на все 100%. Мне ужасно нравится то, что люди воспринимают это не как музейную экспозицию, а воспринимают это как часть своей жизни. То есть они карабкаются по всяким этим экспонатам, они качаются на качелях, и дети, и взрослые, кстати. И вообще очень живо все это принимают. Люди идут на день города, проходят по этой аллее сквозь эти произведения искусства современного, каким-то образом общаются с художниками. И, в общем, происходит такой контакт. Деревянный бум в Ижевске прошел на ура. Культурный прорыв, так назвали сами художники арт-ассамблею. Обещают повторить нечто подобное, но уже в другом материале. Энвиль представляет Троицкого, а Троицкий говорит, с ним рядом Энвиль стоит и Пригов. И Троицкий говорит, Дмитрий Александрович, посмотрите, сколько на выставке современного искусства людей, народу, зрителей, вы когда-нибудь такое видели? Так у них хранился инструмент. Правда, это ржавеет потом со временем. Но мы вот видим, кололи здесь дрова. Художнику открывается многое. Он видит больше. И просто политики и те люди, которые занимаются экономикой, они должны слушать художников, внимательно слушать. Я не хочу писать людей. Потому что, ну, 11 лет школы, художественной школы, которую я прошел, там, университет, Суриковский институт, не вызвали у меня аллергию, потому что, ну, я знаю, как это делать. Вот. И в искусстве главное не то, что ты изобразил, а для чего ты это сделал. Глаз — это модель мира, модель космоса. Вот я думал, почему вот акцентировать на этом глазе и так далее. В принципе, это модель мира. И я здесь, вот когда я говорю о книге великанов, я долго искал, что же было до всех книг. Вот, в принципе, до всех книг был вот этот глаз. Глаз он притягивает, глаз имеет магическую силу. Глаз животного, он лечит людей. Он самый большой ребенок среди всех художников Удмурти. Самый такой чувствительный. Но при этом он это скрывал тоже, потому что, если художник перестает быть ребенком, то он уже как будто бы и не художник. Муха-муху полюбила, жили ласково и сладко, пока баба не убила. Такую красивую любовь. Первый лук был вот этот. Не этот, который сейчас в музее пеем. Вот такой же. Это был второй лук. Далее пошел вот такой лук. Старинные коробки. А потом пошли холсты. Именно большие холсты. Их много, их несколько. Потом пошли вот эти вот маленькие. Всякие вот, да? Всякие такие. Их такие. Потом неожиданно пошел лук. Я на вот такой лук, да? Вот это лук, который в бетоне. И он засохший и в таком влаке клее. Вот в этом луке он уже нашел такую простую, идеальную форму жизни божественного. Потому что это то, что растет, прорастает через все. И плюс у лука очень много разных значений, я думаю. И у каждого это вызывает какие-то ассоциации, у каждого вызывает какой-то отзыв. Такая простая тема вроде бы. Вот есть в разной стилистике живописные луки одного размера. Вот это, вот это вот типа французская живопись. Мне как красиво смотрится на стену. Совершенно интерьерная вещь, не как книгная. Вот это я не знаю, как какие-то латиноамериканские художники, но здесь ломастер, милиновые красители, мне очень нравятся. А здесь такое выпендрюжное, непонятно как сделанное. Типа вот такой объем. Художник, он несчастный человек. И чем он более несчастный, тем он больше художник. А его несчастье, в основном даже в непонимании его ближайшими соратниками, друзьями. Я хочу быть очень плохим. Каждый человек приходит в жизнь другого человека. С какой-то целью, с какой-то миссией. Ведь, грубо говоря, все знают очень давно, что все, с чем мы сталкиваемся в жизни, это отражение нашей собственной психической жизни. Вселенная не что иное, как зеркало. Поэтому вы – это какая-то часть моей психики. Вы показываете мне, что, как я устроен. А поскольку единственное, что у меня есть на самом деле, это восприятие, нет ни прошлого, ни будущего, ни мысли, ни концепции, ни истории, ничего. Есть только настоящее. Единственное настоящее – это мое восприятие в данную секунду. Так же, как у вас, так же, как у всех людей. Я всем говорю – пишите письма. Потому что письмо имеет магическую силу. На каждое письмо обязаны ответить. Дорогой мой Леонардушка, прости меня за то, что я к тебе относился легкомысленно и не очень ответственно, что считал тебя просто большим инженером, анатомом, ремесленником, даже где-то мастером, но никак не великим художником. Все было так, пока я в Эрмитаже, что находится в Петербурге, не встретил твою Мадонну с горностаем. Она подкралась ко мне незаметно и ударила по голове, а потом погрузила в глубокий умут, а затем в стремительном вихре подняла ввысь. А горностай превратил в насекомого и начал меня больно кусать. Прости меня неразумного, виноват, ты велик, а я инвузория и просто пылинка, запутавшаяся в твоей красивой бороде. Еще я тебе, уважаемый, хотел сообщить, что какие-то умелые люди изобрели компьютеры и множество графических программ к нему. Это значит, что картинки можно теперь рисовать не руками и очень быстро. Здорово получается, а еще эти рисунки можно научить двигаться на большом светящемся экране. Уверен, что если бы ты был здесь рядом, ты был бы лучшим в фотошопе и телеграфике, и всякой другой области. Ты бы всех удивил. Ну, еще раз прости меня. Жду от лета, как соловей лета. Если будет возможность, то приезжай в гости. У нас прекрасные зимы, добрые бабушки. Искренне твой, Энвил Касимов. Ижевску нужно избавиться только от одного. И во всем, это вот я уже говорил, что от антагонизма внутри себя. Потому что Ижевск, это все-таки каждая буква в слове «Ижевск» с большой буквы. Сергей Курехин, когда он побывал в Ижевске, он был поражен этим. Великий человек, он просто был удивлен. Тот же Артем Троицкий, он был удивлен, что происходит в Ижевске. Известные художники, искусствоведы, арт-критики, они действительно говорят, что здесь, в Ижевске, нечто. И надо просто любить и гордиться тем, что мы живем в этом месте. Да. Как можно на данном этапе раскрыть это нечто? Кто поможет раскрыть нам это нечто? Ну, я... Вы знаете, я не знаю, как и что это произойдет. Я не знаю, потому что, ну... Все-таки я художник, и у меня какое-то чутье другое я чувствую. Может быть, там, сердцем, не сердцем, там, каким-то седьмым, десятым, двадцатым позвонком. Но вот есть ощущение, предчувствие того, что здесь что-то будет. И оно не обманет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok